На Кубань 24 время информационного канала тема дня. Сегодня среда, 27 марта. Здравствуйте, мы начинаем. Бесплатную юридическую консультацию для подписчиков газеты из районов нашего края проводят студенты-старшекурсники юридического факультета Кубанского аграрного университета. Это совместная акция районной газеты волонтеров-юристов кубанских вузов. А идеи да и вдохновители, организатор таких консультаций, депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко. Наталья Костенко у нас в студии. Наталья Васильевна, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли. Также у нас в гостях студент 4-го курса юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета Владислав Забиран. Владислав, здравствуйте. Спасибо вам тоже, что нашли время, посетили телеканал Кубань 24. Наталья Васильевна, зачем? Объясните, пожалуйста, как появилась такая идея и зачем вы ее реализовываете? Ну, вообще, как журналисты в прошлом, да, и человек, который долго занимался этим и в Общероссийском народном фронте, мне, конечно, в первую очередь хотелось поддержать наши районные СМИ, потому что, ну, районные печатные СМИ, потому что их уже несколько десятилетий активно хоронят на всех уровнях, да, то есть то, что у нас все будет в интернете, значит, а печатных СМИ нет. Но, тем не менее, до сих пор районные СМИ являются одним из главных информаторов населения, в первую очередь, о местных новостях. И второе, значит, они являются все-таки тем местом, куда люди, которые не находят, допустим, на каком-то этапе понимания с органами власти, там, или в каких других структурах, они приходят к ним за советом, да. И в этом плане вот эти юридические консультации, они, как бы, конечно, есть много форматов, я в том числе как депутат работаю с населением и провожу приемы, но это все-таки достаточно редкий такой формат, да, и там рассматриваются вопросы, в которые я как депутат должна лично вмешиваться. А много случаев, когда, например, пенсионеры, да, то есть или какие-то социальные группы граждан, которые, тем не менее, не имеют права на бесплатную консультацию юридическую, вот им показать помощь, проконсультировать, помочь составить обращение, да, там, к тем же органам власти, подсказать, куда обратиться. Вот мы хотели такой более регулярный сделать формат, и, как бы, понятный, и который поддерживает в том числе, значит, редакции местных газет и закрепляет все-таки их авторитет. То есть, получается, убить трех зайцев, да, поддержать районные газеты, помочь жителям Краснодарского края и обеспечить практику студентам кубанских вузов? Ну, и снизить нагрузку на депутатов. А почему все-таки студенты? Почему не уже, может быть, профессиональные юристы с депутатами? Ну, я вообще сторонник того, чтобы, во-первых, а работать с нашей молодежью, очень талантливая, на самом деле, креативная, а другое, чтобы загружать их реальными проблемами, которые помогут им в будущем, да, то есть, вот, ребят получают сейчас уникальный опыт, который, на самом деле, вот их однокурсники не будут иметь, и они на рынке не будут конкурентоспособны с этими ребятами, да. С другой стороны, это поможет ребятам тоже, ну, разобраться в жизни, да, то есть, понять, ну, где, кто виноват иногда бывает, да, то есть, и, ну, какой-то чисто жизненный опыт получить, вот, работая с населением. Ну, может быть, сформировать тоже какую-то цель в жизни, да, может, тоже стать депутатом через некоторое время. Как вам вот эта встреча с жизнью? Ну, могу сказать, что учащийся в университете, когда ты изучаешь теорию, теория, она не всегда тебе поможет разобраться в жизни, и теория, она не показывает, что на самом деле может происходить. То есть, на практике ты узнаешь больше, ты с этим работаешь, ты вникаешь в эту проблему. И на своем опыте могу сказать, что, когда я разбираюсь с одним или тем делом, и когда я вникаю в него, прохожу и помогаю людям, то мне в голове больше знаний остается по определенному, там, отрасли права. И опыт растет, и прям... Но у вас же в УЗИ специализация идет, да, насколько я знаю юристов? Да, есть специализация. Гражданская, уголовная специализация, у вас какая? Я на государственном правовой, это редкая специализация. То есть, у нас это одна группа всего лишь из 20 групп. И вот у нас больше тут направлено на законотворческий процесс, на изучение именно нормы права. Но у жителей Краснодарского края наверняка больше вопросов, связанных с гражданским правом, с трудовым кодексом, вопросов, связанных с, не знаю, с начислением пенсии, может быть. Да, очень обширный вопрос. И у нас в сельскохозяйственном крае больше всего, наверное, именно сельхозвопросы. Это вопрос, связанный с землей. Это могут быть вопросы, связанные с недвижимостью, то есть с домовладением. Различные судебные споры у них есть, тяжбы. И в этом нужно им помогать, искать пути решения, письменно помочь. Ну, честно, сложно? Смотрите, пончалу было сложно, сейчас уже как-то все так на лайте, легко, в принципе. Ну, опыт есть. Но вы же не сразу даете ответ, правильно я так понимаю? Вам нужно тоже же как-то посмотреть травмативные акты? Я стараюсь именно посмотреть на документы, которые заявитель может нам предоставить. То есть, чтобы это было не на словах, а именно по факту. Какая-то фактура была, чтобы я мог ее изучить и потом работать. Закунаясь, соответственно, в ту или иную отрасль права, которая мне поможет. Ищу пути решения его проблемы. Потом говорю, что нужно сделать. Наталья Васильевна, по вашей оценке эксперимент удался? Вы будете продолжать, а в другие районы поедете? Конечно. Удался. И вот вы сказали, что... Просто это много форматов, на самом деле, работы с этим. Вот вчера мы, например, бабушке помогли оформить обращение по вине ресурсной организации. Соцзащита как бы неправильно начислила им льготу, да, и теперь изымает эту льготу. Хотя бабушка ни в чем не виновата. И мы вот прям с ней составили обращение там, значит, в главе муниципалитета, как учредителю этого МУПа, который, значит, допустил оплошность. И главе города я уже сама направлю. Нет, я считаю, что это классная идея. И я просто думаю, что опыт ребят, которые на самом деле, кроме того, что они волонтерскую помощь, они сейчас являются моими помощниками на общественных началах. И на самом деле у нас предложения много поступает от коллег. Просто не всем, допустим, интересно такой формат работы. Но ребята предлагают, я не знаю, там, образовательные какие-то форматы для школьников делать. Допустим, сейчас мы анализируем ситуацию, правонарушения, которые в отношении несовершеннолетних совершаются или сами несовершеннолетних совершают. И мне кажется, когда молодой юрист будет рассказывать школьникам о каких-то последствиях, да, то есть правовых нормах, которые существуют, то это будет восприниматься ими более, ну, как бы, понятно, да, и больше, как бы, эффекта сделать. Вот как Влад сказал, да, одно дело книжки читать, а другое дело, когда ты это на практике столкнулся, у тебя это в картинках даже, да, то есть больше знаний закрепится у тебя в голове. Поэтому мы будем, мне кажется, расширять взаимодействие с кубанскими вузами, именно юридическими. Здесь уже какие-то практики без участия газет районных, это уже просто какие-то мастер-классы, встречи? Ну, это да, но просто я к тому, что это тянется, потому что СМИ тоже, наши районные участвуют в это активно, в том числе по ряду наших, так сказать, юридических консультаций, в том числе законодательные инициативы возникают, и ребята тоже над ними будут работать. Вот, то же самое, как бы какие-то темы поднимаются, которые СМИ нас поддерживают, да, то есть я думаю, в каких-то мы станем партнерами, да, то есть все равно так, а не иначе, допустим, если мы выявляем системные какие-то проблемы, например, у нас была проблема, когда по капитальному ремонту граждане, которые старше 80 лет, не могли, ну, возникли там в понимании, в право применения, да, там у местных органов соцзащиты. И мы вот эту тему вытащили, решили ее на краевом уровне. То есть какой-то вопрос, когда к вам приходит, может стать информационным поводом, да? Нет, а СМИ, да, а СМИ потом дают разъяснение, чтобы все граждане по итогам одного обращения, да, то есть понимали, где какие-то, могут у них проблемы возникнуть и куда им обращаться. К нашему разговору сейчас присоединяется главный редактор газеты «Рассвет» Успенского района Инна Дмитриевна Свердлюковская. Инна Дмитриевна, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день, коллеги. Часто ли юридические вопросы задают читатели вашей газеты и вообще обращаются за помощью в печатные СМИ? Да, вы знаете, я хочу сказать, что вот эта акция, да, волонтерская и приезд вот ребят, юристов, Натальи Вастилевны у нас в районе, ну, в общем-то, ну, имела такое вот, ну, и последствия были такие очень серьезные и для многих, да, вопросы задавали такие, что они касаются многих граждан. И то, что как ребята работали, как они внимательно выслушивали тех, кто пришел, кто записался на этот прием, вот, отношение такое, да, люди благодарили очень, они даже письменно поблагодарили нас за вот предоставление такой возможности, да, получить такую консультацию. Потому что вот юристы в команде у Натальи Васильевны, несмотря на юный возраст, они очень подкованы хорошо. Плюс, вот Наталья Васильевна сказала, я тоже это подтверждаю, что рождаются и законодательные инициативы в том числе, потому что, опять же, вопросы носят общий характер, не одного человека касаются. У нас, например, было очень много... И будут приезжать юристы. Уже сейчас пошли вопросы. И темы такие, ну, актуальные очень, да, например, ЖКХ. Вот, вопросы по ЖКХ. Они разноплановые. Там, мусор, да, вывоз мусора. То есть, работа по ТБО, вот, об этой новой системе. И, Людмила, мы поняли, мы поняли, что это была очень результативная акция в Успенском районе. Спасибо огромное, что вышли с нами на связь. Давайте небольшую паузу сделаем, а позже продолжим разговор и о печатных СМИ, и о юридической помощи читателям этих газет. На телеканале Кубань-24 продолжается тема дня. Говорим мы о совместной акции, которую у нас в крае проводят районные газеты, студенты, юристы высших учебных заведений Краснодарского края. И автором этой инициативы выступила депутат Государственной Думы Наталья Костенко. Мне интересно, Влад, как поступило предложение поучаствовать в этой акции? Сразу ли вы согласились? Были ли какие-то сомнения у вас? Да, мы с Натальей Васильевной уже плодотворно работаем на протяжении двух лет, уже, наверное, 17-й год, когда конкурс прошел. Мы и до этого работали с памятниками в городе Краснодаре. То есть, когда поступила просьба поехать в район, оказать юридическую помощь, я это всеми руками забыл. То есть, у вас уже были, например, студенты, которых нужно было привлекать? В 2017 году проводила конкурс среди юристов наших вузов именно для формирования пула своих общественных помощников. И у меня был конкурс, и вот четыре человека его победили. И вот, ну, сейчас один у меня помощник работает в Армавире, значит, он студент Армавирского педуниверситета Лиза Белозорова, вот она тоже участвовала у нас, участвует в этой акции. А кроме того, к нам уже несколько ребят, значит, примкнули просто как волонтеры. Это мы обсуждали эту акцию в ОНФ, просто как бы волонтерское движение юристов, да, то есть, и там было целый ряд предложений высказан, как юристы могут активно помогать нашим гражданам, нашей Кубани. И вот одно из предложений было по этой акции. Вот, мы обсудили это с районными газетами, они, конечно, обеими руками за были, потому что финансовое состояние газет ухудшается, да, и раньше, если они, может быть, в штате могли иметь юрист, который разбирался вот в каких-то таких нюансах, то, ну, сейчас это помощь просто журналистов, ну, которые тоже нуждаются в поддержке, да, юридической, вот, поэтому вот так. Владислав, самый сложный вопрос, который вам задавали на встрече с подписчиками газет районных, самая сложная ситуация, в которой вы дольше всего разбирались? Ну, прям сложная ситуация, это, наверное, было связано с земельной реформой, которая в 90-е годы прошла, и так получилось, что люди, которые из-за своей правовой неграмотности лет 15-20 проспали, свое право потеряли, и сейчас вдруг вспомнили, и захотели вернуть там, допустим, свое право на земельный участок. А сейчас уже бюрокритические, как бы, механизмы у нас, их очень много, и через них пройти очень тяжело, и восстановить свое право, опять-таки, тоже трудно. Вот эти знания, которые вы получаете во время встреч, они вам, как вы думаете, они пригодятся в будущем, или они вам уже, в принципе, сейчас вы можете во время каких-то семинаров поправить, даже преподавателя, может быть, знаниями законов 90-х годов? Нет, я, конечно, не могу так себе позволить, чтобы перечислить, допустим, прям сильно преподавателю, но когда я на семинарах появляюсь, то я слушаю теорию, и сразу же вижу практику, как она на деле происходит, и бывает, да, суть даю свое мнение, что там не согласен, что на деле может быть не так. Наталья Васильевна, может, все-таки эту акцию стоило проводить в интернете? Все-таки, ну, районные СМИ, районные газеты, ну, как это ни прискорбно, это общая тенденция, глобальные издания закрываются, потому что это становится невыгодным, они уходят в интернет, а спасти газеты, ну, вы еще попытаетесь несколько, что для этого делается вообще, и для чего это нужно? Ну, мы все понимаем, что мы идем, значит, в глобализацию, да, там, и в том числе с помощью глобальной сети интернет, но мы должны понимать, что, как бы, люди у нас живут в реальности, да, и какие бы законы ни были написаны, практика, она все-таки вносит свои коррективы, поэтому мы будем работать пока с тем, что есть, да, и все-таки, я говорю, роль региональных и муниципальных СМИ, она очень высока, и поэтому Государственная Дума ежегодно выделяет 500 миллионов рублей, значит, при поддержке нашего президента именно на социально ориентированные гранты районных газет, именно на помощь населению, понимаете, глобально, и мы будем делать все, чтобы, ну, как минимум поддерживать, ну, разными форматами районные СМИ, пока они живут, но журналисты никуда не денутся, и, да, в какой-то период они перейдут в интернет, но для этого нужно много сделать, да, во-первых, чтобы у нас интернет был везде, во-вторых, чтобы все граждане ими пользовались, ну, извините, бабушка, у которой нет ни интернета, ни, значит, компьютера, значит, ни телефона, значит, как она будет этим пользоваться, да, мы все должны это понимать, да? Давайте узнаем, какая ситуация на рынке печатных СМИ. С нами на связи генеральный директор Роспечать Краснодарского края Вячеслав Игоревич Мушников. Вячеслав Игоревич, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Вячеслав Игоревич, вот наши редакторы нашли такое интересное исследование холдинга «Рамир». По их данным, у нас газеты еженедельные покупают 54% россиян, а ежедневную прессу приобретают 53%, то есть каждое второе. Ну, если честно, мне с трудом верится. Местные газеты, есть ли спрос на них, или он упал в последнее время? Ну, в целом, могу сказать, что сейчас в киосках Роспечати, да, бывшей Союзпечати, продается от 500 до 600 изданий. Это достаточно внушительные цифры. Если говорить конкретно про Краснодарский край, то непосредственно региональных изданий мы продаем 65. Непосредственно издания, которые поддерживаются администрациями, их 37. Причем кубанские новости, это ежемесячно 10 тысяч. 2 тысячи мы продаем в киосках и 8 тысяч по подписке. В общем, слухи о преждевременной кончине печатного слова преждевременны. И киоски работают, их более трех сотен, значит, по краю. И издания, вот четыре десятка изданий мы также поддерживаем приоритетной выкладкой, минимальной наценкой и реализуем через нашу киосковую сеть. Спасибо, Вячеслав Игоревич, спасибо, что описали картину. Наша акция в том числе направлена на то, чтобы повысить тиражность, чтобы люди услышали свои ответы на свои вопросы и были бы больше замотивированы для того, чтобы покупать печатные издания и поддерживать эти... Интересно, но усилиями акции вы не спасете печатные издания? Это нужно что-то сделать на уровне Государственной Думы, вносить какие-то предложения или не поддерживать те законы, которые хотят, наоборот, лишить СМИ копейки, которым платят, допустим, муниципальные власти? Надо работать и в том, и в другом направлении. Конечно, это сложная система. Мы все время критикуем Минсвязи, что он слабо занимается этим вопросом. Но вот совсем недавно в Думу внесен законопроект о 22-й кнопке, который поддерживает муниципальное телевидение, которое тоже хотели закрыть. Мы с этим категорически не согласны. И Минск в связи, немножко повыпендривавшись, согласился с нашей позицией. Надеюсь, с печатными СМИ все-таки будет в таком случае. Категорически не согласны, чтобы закрывали региональные СМИ, какие бы то ни было, печатные или телевидение уж тем более. Спасибо огромное, что пришли. Удачи вам. Я думаю, что акция продолжится. А если будут интересны какие-то результаты истории, приходите, мы о них расскажем. Спасибо большое. Продолжаем эфир на телеканале Кубань24. Оставайтесь с нами.